Мы находимся в музее Отечества «Достойные сыны», который находится в Морской технической академии имени адмирала Дмитрия Николаевича Синявина. История Синявина у нас начинается в Петровскую эпоху, с рождением сыновей Акима Ивановича. Семеро сыновей впоследствии станут первыми подвижниками императора, и непосредственно именно они будут развивать всеми нам известный военно-морской флот. Одними из самых интереснейших личностей среди братьев были такие адмиралы, как Наум Синявин, Иван Меншой и Ульян. Наум Синявин считался по письму современникам едва ли не лучшим другом государя. Вместе с ним он отправлялся в различные морские командировки, обучался морскому делу и даже гулял на свадьбе императора, и для адреса Екатерины выступал шафером со стороны государя императора. Иван Меншой у нас с Синявин полностью занимался оснасткой верфей, его идеи полностью были одобрены Петром Первым. И, соответственно, брат Ульян Синявин у нас занимался застройкой центра Петербурга. На него 30 лет работал наш первый архитектор Доминик Трезинин. То есть это была прямо непосредственно семья, которая воуче смотрела, как создается наша Российская империя. Под стеклянным коробом у нас находится макет родовой усадьбы Синявина. Он все еще существует, находится в Липецкой области. Там также находится музей Синявина. И можно приехать туда летом в хорошую погоду, записаться на экскурсию. Далее у нас также представлены макеты кораблей, которые, естественно, связаны либо с карьерой Дмитрия Николаевича Синявина, такой, как, например, корабль «Святой Владимир», за который Дмитрий Николаевич получил свою первую награду. Корабль «Штандарт», который строил непосредственно Иван Меншой Синявин. Этот макет корабля особенно интересен более старшему поколению, так как копия этого корабля встречала выпускников школы на празднике Авы и Паруса. Далее в нашем зале также представлены картины самых известных морских сражений под руководством Дмитрия Николаевича. Это Дарнадельское, Афонское и Новоринское сражения. Во времена Дмитрия Николаевича мы очень активно конфликтовали с Османской империей, с Арменирной Турцией. Воевали мы с ними 12 раз, ни разу не проиграли. И этому способствовало сразу же несколько факторов. Первый фактор – это то, что на каждом корабле внутри своей эскадры Дмитрий Николаевич убирал себе помощника. И таким образом практически на каждом корабле был свой капитан, который мог принимать непосредственно самостоятельное решение. У турков такого своеволия, скажем так, не было долгое очень время. Второй немаловажный факт – это то, что во время морских сражений Российская империя никогда не действовала стандартным, скажем так, способом, поскольку морские сражения того времени, они были достаточно недлительные, неспешные и всегда строго выстраивались в линейку. Дмитрий Николаевич, я не помню о том, что несмотря на активное развитие морского флота, у нас по-прежнему не хватало кораблей оснащения и матросов, которые могли выполнять команду. Поэтому мы никогда не дожигались классической морской линейки и начинали захватывать в плен клещами самые сильные, крупные вражеские корабли. Также в зале у нас представлена униформа, которую носил Дмитрий Николаевич. На мудире представлены награды за его многолетнюю службу. Внизу под кителем у нас находится оригинальный экспонат, достаточно интересный. Это оригинальная сигнальная пушка. Сигнальная пушка была необходима непосредственно для общения между соседними кораблями. И она была у любой страны, на каждом корабле это было очень удобно, особенно когда время поджимало и нужно было принимать очень быстрые решения. Линейный корабль «Твердый» — это тот самый корабль, на котором Дмитрий Николаевич командовал своей эскадрой. Это большой классический линейный корабль, который чаще всего отвечал за вооружение. То есть это то самое судно, которое непосредственно наносило урон вражеским кораблям. Переходим в зал истории флота. Начинаем от истоков непосредственно освоения Сибири, русского севера. И перейдем в конце к современному флоту. Из интересных экспонатов хотела показать макет вахтиного журнала до Петровской эпохи. Достаточно интересно и мало знакомо простым обывателям, поскольку Петровский вахтиный журнал был обычным из бумаги. То есть это очень был удобный в своем использовании. Однако до Петра Первого вахтиный журнал представлялась вот такую конструкцию. Верхняя часть отвечала полностью за стороны света, за силу ветра. У нас изначально существует 32 ветра. В древности об этом моряки знали, до сих пор они ими все пользуются. И также направление ветра. И вот каждые несколько часов человек ответственный за выставление курса менял показатели при помощи таких ковышков. Нижняя часть отвечала за время. И причина, по которой необходима была такая конструкция, очень простая. На корабле, кроме капитана, чаще всего писать и читать мог только непосредственно сам капитан. Все остальные безграмотные, однако должны были выполнять определенные свои функции. Опять же, этот вахтиный журнал, несмотря на размеры в нашем музее, он имел достаточно маленькие габариты. Этот вахтиный журнал можно было спокойно положить в сумку, перейти на другой корабль и также спокойно и непосредственно пользоваться. Хорошо. Раздел Петровской эпохи как раз непосредственно посвящен развитию военно-морского флота. Здесь представлены макеты кораблей, тот же известный всем русским людям ботик Петра. Это карта расположения корабельных верфей как раз при его царствовании. И можно будет увидеть, как активно это все развивается. Внизу у нас находятся оригинальные обломки корабля того периода. Корабль называется Порсмут. Участвовал непосредственно в сражении со шведами. На нем им командовал Петр Первый вместе с одним из братьев Синявина, Наумом Синявина. И, соответственно, все, что осталось от этого корабля, непосредственно находится в стенах нашего музея. В разделе Северной войны у нас представлен макет пушки. Рядом с ним ядра, часть из них оригинальная, часть копии. Также рядом с ядрами у нас находится специальный снаряд, который эскадра мог использовать, если хотел захватить корабль в качестве трофея. Поскольку очень часто на кораблях было достаточно много интересного и полезного для чужой команды. Географические открытия непосредственно связаны с военно-морским флотом. Поскольку, начиная с XVIII века, активно начинается исследование чужих неизведанных земель. Это и Сибирь, и любые северные народности. Начинается активная торговля между соседними странами. С нашей стороны шла активная торговля кушниной, посудой, мясом. И все, что мы могли предложить другим народностям. И также старались у них что-то непосредственно закупать интересное для нашего государства. Русско-турецкая война привязана очень сильно к Дмитрию Николаевичу Синявину. Но поскольку у нас непосредственно Дмитрий Николаевич вместе с Федором Федоровичем Ушаковым начинали, так сказать, русско-турецкие сражения. Отношения Дмитрия Николаевича между Федором Федоровичем Ушаковым официально считались недружественными. Однако это никак не влияло на их рабочие отношения. Это никак не влияло на то, чтобы выполнять свою работу хорошо. Далее у нас продолжаются географические открытия. Уже 19 века идет исследование, кругосветные путешествия в сторону стран Азии, Африки. В музее представлены оригинальные чучела непосредственно тех животных, которые могли опитать в той местности, куда мы направлялись для получения каких-то новых знаний. Опять же, налаживание торговли. И, соответственно, тоже посвящено это в нашем музее. Далее у нас идет уже более современное, более известное сражение. Это Крымская война. Здесь у нас в нашем разделе представлен портрет Сергея Сергеевича Синявина. Это прямой потомок Дмитрия Николаевича. Он участвовал в Крымской войне в обороне Севастополя. Синявинские батареи это как раз были под командованием Сергея Сергеевича. Также в этом разделе у нас представлен оригинальный экспонат. Небольшой предмет, но представляющий для нас ценность. Это кусочек внешней обшивки оригинального крейсера Аврора. Дальше у нас раздел посвящен русско-японской войне. Уже видно даже по макетам, насколько сильно меняются материалы и виды кораблей. Мы полностью переходим на металл. У нас становится все более сильным военно-морской ход. Мы можем представлять непосредственно угрозу для вражеских стран, несмотря даже на то, что мы проиграли в боевых сражениях, что в Крымской войне, что в русско-японской. Однако лично я для себя считаю, что если мы не потеряли никаких своих земель, это считается уже не самым плохим исходом. По Северному морскому пути Советский флот и Современный флот уже показывают опять же дальнейшее развитие, усиление нашего флота, увеличивается количество судов, их виды непосредственно, которые могут выполнять свои задачи. И заканчивается наш раздел истории флота интерактивной карты Современной флот России, где примерно представлены базовые показатели, такие как речные порты, морские, морские учебные заведения, крупнейшие судостроительные предприятия по городам нашей страны. По стенам у нас также представлены конкурсные работы старых лет, посвященные также военно-морскому флоту. Продолжение следует... Зал у нас посвящен непосредственно кораблям морского флота отечественных и рубежных мастеров. Макеты у нас разной ценности, разного периода. Здесь до Петровской эпохи, Петровская, более поздний период, и, как я это иногда называю, уже современные корабли 1980-х годов. Также макеты выполняются в разное время, требуют определенной, скажем так, оснащенности. Каждый корабль у нас уникальный, детализированный, и представляет интерес для людей, которые, как раз, интересуются оснащением морских судов. В посредней части зала уже представлены подводные лодки, крейсеры, атомные торговые. Это тоже, опять же, представляет исторический интерес для подрастающей молодежи. В Академии учатся более 2000 курсантов. Сроки обучения по более чем 8 специалистам представляет около 4 лет. И, соответственно, все наши выпускники непосредственно после обучения в Академии идут по своим специальностям на заводы, предприятия, гостиницы, суда, для обеспечения российского военно-морского флота. Продолжение следует...